Ребят, привет! Записываю это видео с голосом за кадром, так как уже позже осознала, что в машине играла музыка, а у ютуба есть такая вещь, как Copyright Protection. На самом деле, просто решила поделиться с вами небольшим коротеньким эпизодом о том, как американцы проводят свои будничные вечера. И сегодня мы посещали корейский гриль-ресторан. Это самое любимое место, пожалуй, у моего мужа. Тут очень обычное дело, когда ты приходишь в ресторан, и там уже ожидает очередь, поэтому тебя на 25-30 минут пускают погулять. И вот мы пришли в музыкальный магазин. Там сразу же продавец нас спросил, нужна ли нам помощь. Мы сказали, что мы просто осмотримся вокруг. И он такой задал вопрос, а вы, наверное, ждете очередь в кей-поп, в этот карельский гриль-ресторан? Ну, мы улыбнулись, посмеялись, сказали, да, но при этом заметили, что муж музыкант. Поэтому еще немножечко там посидели, он поиграл немного на гитаре. Я сняла немного полочки с тем же самыми акустическими гитарами и электрогитарами, чтобы был понятный диапазон цен. Там акустические гитары были как по 169 долларов, по 369, так и по 1999. Вот он играет на гитаре, которая стоила 1699 долларов ума. Вот электрогитары. И они, кстати, на удивление для меня, оказались существенно дешевле, в районе 250-350 долларов. Здесь же есть барабанные установки, ударные установки. И это, учитывая то, что мы живем в маленьком городке, населением в 37 тысяч человек, при этом здесь есть все, абсолютно все для жизни, вот даже вот такой музыкальный магазин. Дальше мы пройдем обратно по этой плазе, по этой улице в ресторан. И вы увидите, что вот такой вот ужин. Ресторан называется All Weekend Eat, то есть ты можешь кушать столько, сколько пожелаешь. Стоит это на человека 35 долларов, что вообще не очень дорого. Ну, плюс я еще заказала стаканчик Pinot Noir, поэтому это стало дороже на 7 долларов. Мы не забываем про чаевые, что мы оставляем. Процентов 20-25 чаевых в конце ужина. Так вот, это все входило в 35 долларов на человека. Меню предоставляет большое количество видов мяса в разных маринадах, в разных соусах, морепродукты. И это очень прикольная штука, фишка, потому что сюда приходят часто компании, садятся вокруг вот этого гриля, да, на столе, общаются, жарят это мясо и таким образом проводят время. На самом деле тут вот, да, именно такое времяпровождение очень часто в будние дни. Это рестораны, может быть шопинг. Шопинг очень беспостанен в Америке. Вообще этот шуткий консюнеризм, как я считаю, в силу таких обстоятельств, что здесь нет такого понятия, как прогулки по городу, да, вот как у нас по паркам и так далее. Поэтому все, что можно сделать в тот короткий промежуток времени после работы, это пойти где-то покушать, там где-то как-то пошопиться. Ну, возможно, сходить просто куда-то в бар, или вот как мы ходили в один из вечеров поиграть в аркадные игры на игровых автоматах. Ну, это у нас было всего лишь раз пока, хотя предполагаем повторить как-нибудь. Так что, да, вот незамысловато вот так вот иногда проводят американцы свои вечера в будние дни. Если вам будет нравиться именно влог-формат, да, вот такой формат видео, то я буду снимать их больше и дольше. Тем более, что на следующей неделе мне вернут машину из ремонта, которая находилась в официальном дилершипе аж 3 месяца после моей аварии с оленем, которого я сбила в Вирджинии, но об этом я еще тоже отдельно расскажу. А пока можете заплянуть в один из наших клубов с аркадными играми здесь. Это, конечно, своего рода гэмблинг, и я не азартный человек, но мне очень захотелось поиграть в аэрохоккей, да, вот настольный аэрохоккей. А муж не знал, что мне вообще нравятся подобного рода спортивные такие, можно так назвать, да, активности. Вот поэтому мы поехали туда, и в итоге мне так понравилось, что мы играли и в абсолютно разные там игры, на абсолютно разных автоматах, но больше, опять же, в спортивной направленности. Увы, я была неподготовлена, и у меня на телефоне закончилось место минут через 15-20, как мы пришли. Поэтому я ничего не успела записать из реально интересных игр. Это был день, когда там было 50% скидки, поэтому мы потратили всего лишь долларов 50 на двоих, не считая еды. И вот прям я была на таком подъеме, я никогда не ожидала, что мне это может понравиться, что я вообще предложу сама туда еще раз сходить. Хотя сама прекрасно понимаю, как это работает с точки зрения нейробиологии, психологии. Вот эти вот все яркие цвета и свет, и шум вокруг, и резкое переключение музыки, звуков и так далее. Мы еще выиграли определенные тикеты для того, чтобы можно было потом их обменять в их магазинчике на призы, которые, кстати, должна заметить, были очень приличные, приятные. Даже вот квадрокоптеры и дроны там были. Кстати, наслышано от некоторых знакомых американцев, что гемблинг здесь, это, конечно, у них тоже проблема довольно распространенная. Не только вот у нас, знаете, как, я помню, у нас было очень много таких полулегальных залов с игровыми автоматами. Хотя здесь ситуация, наверное, немного лучше, чем в наших странах. Здесь это все жестко регулируется законом. Но, к сожалению, у американцев тоже жизнь нелегкая, стрессовая, поэтому много всевозможных эмоциональных и психологических проблем. Развиваются mental disorders и вообще депрессии, зависимости. Поэтому многие, да, находят эскайпизм вот в таких вот азартных играх в том числе. Этим временем вот мы уже подъезжаем по одной из главных улиц нашего района. Подъезжаем уже к нашему комьюнити, к нашему нейборхуду. И скоро будем дома. Ладно, ребят, давайте я сегодня буду уже закругляться. Я постараюсь снимать более обстоятельные и полезные влоги в будущем. Это была моя самая первая попытка. Просто вот накидала сегодня такого видеоматериальчика, скажем так, на пробу. Все, всем пока. С вами была на связи Америка. До встречи. С вами был Игорь Негода.